Здравствуйте! Это наш Новосибирск, программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Чем грозит использование бесхозного водопровода в частном секторе и можно ли его узаконить? Почему собственники мешают капитальному ремонту в своем доме? И какие жилищные организации назвали лучшими в нынешнем году? Обо всем этом и не только сегодня в программе. С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги, правда, незначительно. Напомню, планировалось, что новосибирцы будут платить в среднем на 15% больше прежнего. Однако после волны возмущения региональное правительство изменило свое решение. Так что подорожание воды, электричества и тепловой энергии составило всего около 4%. И в эти дни собственники получают платежки с обновленными показателями ОДН. Нормативы пересмотрели и теперь, по идее, плата за общедомовые нужды должна снизиться. Произошло ли это? Расскажем подробнее в следующем выпуске программы. Тем временем в частном секторе Октябрьского района на минувшей неделе обнажилась многолетняя проблема. Прорвало трубопровод, бесхозный. Коммуникации еще в 70-е годы проложили местные жители самостоятельно. В результате десятки домов могли надолго остаться без воды, ведь устранять аварию должен собственник сетей. А как его определить, если никто даже не знает, как эти сети проложены? К счастью, людей на этот раз выручил Горводоканал. Но порыв в любой момент может произойти снова. И не только в этом микрорайоне. Бесхозных сетей, как выяснилось, в Новосибирске хватает. Что делать? Ответ в нашем материале. Конкретно на этом месте была лужа, ну, наверное, не знаю, метра 4 точно в длину. Ну, и из-под земли били такие ключи. Там, где прорвало водопровод, теперь зыбкий грунт. Придется утрамбовывать засыпанную яму. Но это уже мелочи. Гораздо тяжелее было трое суток обходиться без воды. Авария случилась среди дня. Местные жители рассказывают, как только узнали о порыве, кинулись заполнять все свободные емкости. Вот у нас приготовлена вода, так как мы очень долго сидели без воды. У всех много детей. И до сих пор еще не сливаем, потому что не знаем, чем это дело закончится. Запасаться водой и ждать худшего здесь научились давно. Живут, как в долине гейзеров. Того и гляди, из-под земли забьет очередной фонтан. Трубопровод старый, его жители прокладывали самостоятельно еще в 70-е годы. Видимо, с нарушением технологии. Отсюда аварии. За последний год они случались трижды. И каждый раз приходилось скидываться на ремонт. Цена вопроса около 40 тысяч рублей. Хотя сети бесхозные, при недавней аварии жители микрорайона попросили о помощи Горводоканал. Горводоканал пошел навстречу. За свой счет отремонтировал часть магистрали. Но сказал, что так как данные сети до сих пор на протяжении уже порядка 40 лет, не принадлежат никому. Для них это очень дорого. И за свой счет они не готовы постоянно ремонтировать. И сетуют на то, что ребят, или ремонтируйте сами, или все-таки давайте как-то передадим это в муниципалитет. Всего, по словам местных жителей, было 4 порыва. Поэтому кое-где водопровод уже починили. А кое-где, как например на этой улице, в домах до сих пор нет воды. Ее вынуждены добывать, как полвека назад. На колонке. Не повезло и продавцам этого продуктового магазина. Юлия как минимум дважды в день ходит к колонке и обратно с тяжелыми ведрами. Это же магазин продуктовый. Убираться, полы мыть, протирать витрины, все. Руки мыть. Покупатели идут, а я должна отлучаться, бежать за водой. Но это же не дело. Руководители Горводоканала подтверждают, эти водопроводные сети действительно не в их ведении. И это далеко не единственный случай, когда предприятию приходится восстанавливать бесхозные сети своими силами. Причем буквально на ощупь, не имея на руках никаких схем. Есть действительно много неординарных ситуаций. Вот таким образом построены водопроводы, не переданы на баланс, эксплуатируются и мы заходим на стороне. Есть сложности, очень много сложностей таким образом. То есть люди, не понимая, не зная специфику работы водопровода, они строят сами и таким образом нарушают все технологические строительные нормы, при которых потом возникают сложности при работе. Выход один – передать бесхозный водопровод Горводоканалу. Только за последние три года муниципальное предприятие узаконило таким образом более 200 километров сетей. Для этого потребителям нужно обратиться в районную администрацию и оформить документы. Но иногда сами жители не торопятся это делать, предпочитая подключать своих соседей к самодельному водопроводу за отдельную плату. В городе выбрали лучшие жилищные организации. Итоги ежегодного смотра конкурса выглядят так. Первое место уже традиционно заняло ЖЭУ управляющей компанией «Сибирская инициатива». Сразу на втором и третьем местах закрепились работники службы заказчика по ЖКХ Ленинского района. Следом идут Держинец, МКС Новосибирск, УКЖХ Октябрьского района и другие. Как определяли лучших и как от этого выиграют собственники? Об этом говорим заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергеем Елисеевым. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. В лидерах, как и в прежние годы, те же самые лица у нас, «Сибирская инициатива» и сразу два места, второе и третье службы заказчика ЖКХ Ленинского района. А для вас сюрпризы в этом году, в этом конкурсе были какие-то? Особых каких-то сюрпризов мы не ожидали. Конечно, в этом году количество участников приросло. У нас в прошлом году ЖЭО участвовало в количестве восьми, в этом году уже одиннадцать ЖЭО подтягиваются в этот конкурс. Это радует. Ну, цель, конечно, конкурса, всем понятно, это стимул в работе, в оценке своей деятельности и как результат этого улучшения технического состояния жилого фонда, придомовых территорий, многоквартирных домов. Ну, естественно, самая главная цель – это удовлетворенность граждан. Это к чему и стремится. А давайте напомним, а что у нас комиссия смотрит, на что обращает внимание? Это техническое состояние многоквартирных домов, инженерных коммуникаций, энергосберегающие технологии применяются или нет. Ну, и, естественно, дворовая территория, в каком содержится состояние контейнерной площадки и так далее. А по вашим наблюдениям, по наблюдениям конкурсной комиссии, может быть, есть какие-то слабые места, которые показывают, ну, в целом, так или иначе, все ЖЭО? Ну, над чем еще стоит поработать? Организация процесса работы по обслуживанию многоквартирного дома – это тоже есть некая оценка, как работают линейный персонал, там, мастера, начальники ЖЭО, как ведут документацию, как ведет прием с населением. То есть это тоже входит в некие оценочные параметры. Поэтому, конечно, вот эти моменты, они, ну, еще тут есть над чем работать в нашем ЖЭО. Сергей Николаевич, я помню, в прежние годы было одно из главных условий – это эффект неожиданности. То есть неожиданно приходила комиссия и проверяла участников. А в этом году правила сохранили? А действительно, мы идем не тотально по всему жилому фонду. Естественно, делаем выборочно проверки жилого фонда. Ну, привязка к конкретному там участку управляющей компании есть, и комиссия своим решением выбирает произвольные адреса домов, которые обслуживает данная управляющая компания, и выходит уже в целом именно на эти адреса. Да, то есть тут нет какой-то домашней заготовки и так далее. То есть мы осматриваем не весь жилой фонд, например, конкретного участка, мы осматриваем только 30% жилого фонда. Если предприятие готовится и участвует в конкурсных процедур, безусловно, она относится ко всему жилому фонду вне зависимости, да, потому что она не знает, на какой конкретно дом придет комиссия. Она готовит весь жилой фонд, ну, веренный в обслуживание данному конкретному предприятию. Поэтому в этом есть нехая доля неожиданности. Но в этом как раз выигрывают собственники. А сама управляющая компания или ЖЭУ, что получают за победу? Призовой фонд достаточно приличный. В этом году за первое место получают премию в размере 200 тысяч рублей, за второе место – 180, за третье – 160. Но, тем не менее, это не говорит о том, что только три этих предприятия, которые заняли призовые места, получают некие поощрения. Поощрения получают все участники, которые проявили активное участие в подготовке этих конкурсов среди жилищных организаций города Новосибирска. Спасибо вам за интервью. А я напомню о том, зачем нужен смотр-конкурс среди жилищных организаций, мы говорили с заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергеем Елисеевым. Полная версия интервью в специальном выпуске «Наш Новосибирск. Диалог» в кабельных сетях и на наших интернет-каналах. Жители небольших двухэтажных домов все чаще препятствуют замене труб и работам с канализацией, которые запланированы по капитальному ремонту. В остальных домах, как отмечают в городском профильном управлении, изменениям рады и работы идут по плану. Например, фасад на одном из проблемных домов на площади Калинина обещает восстановить к августу. Почему некоторые жители все-таки препятствуют ремонту и чем это грозит? Об этом далее. Семиэтажному дому на Красном проспекте больше не страшны ни дожди, ни снегопады. Кровлю, отслужившую больше половины века, отремонтировали капитально. Недавние ливни будто мимо прошли. Не то, что раньше. Когда были дожди, когда таял снег, то вода текла прямо по подъездам. Верхние седьмые этажи, конечно, они очень большие неудобства терпели. Теперь подрядчики перешли к фасаду. И это один из самых сложных этапов. Цель не только эстетика, но и безопасность. Штукатурка, балконы, лепнина со временем разрушились настолько, что начали осыпаться прямо на головы прохожих. Дом обнесен лесами уже второй год подряд. За один сезон все не сделать. Но к августу рабочие обещают закончить. Поначалу жильцы хотели, чтобы стены покрывала плитка, но архитекторы не разрешили. В итоге только изменили цвет. Вместо бледно-желтого – более практичный и современный серый. Далее идет у нас сейчас отопление, начинается канализация, электрика, ремонт подвалов. Жители очень довольны, очень рады о том, что мы очень много, долго-долго шли к этому. Коснется капремонт и арендаторов первых этажей. Эту проводку на средства региональной программы заменить нельзя, как и оставлять вот так. Помимо кабеля же вся инженерная система проходит по низам. Ну и вся обратка у нас холодная, горячая вода. То есть мы тоже постоянно заходим к ним, постоянно пытаемся демонтировать их существующий ремонт, потом восстанавливаем трубоснабжение. В городе в этом году в плане капитального ремонта более 500 многоквартирных домов. В 40 заменят лифты. Сейчас подрядчики работают на 150 площадках. А вот в 70 домах из списка против ремонта выступают собственники. Многие дома, особенно это двухэтажные дома, говорят, нет, мы не допустим работу. Вот придется эти дома исключать из капитального ремонта. Это право жильцов решать, проводить или не проводить в этом году. Но мы бы могли вместо вот этих отвлеченных средств, которые планировались на вот этих 70 домов, все-таки включить другие дома. Жильцы не хотят подстраиваться под график рабочих, терпеть отключение воды и жертвовать ремонтом в квартирах. Некоторые предлагают начать работы после закрытия дачного сезона. В муниципалитете позицию не разделяют. И напоминают, капитальный ремонт проводят в первую очередь для собственников. Подрядчики же торопятся заменить трубы до того, как в квартиры подадут отопление. Небывалое по масштабам благоустройство дворов наблюдают жители Пашина. Долгое время этот район принадлежал военным. А значит, муниципалитет просто не имел права проводить здесь какие-либо работы. Хотя давно надо было. Десятилетие забвения. Как результат, практически ни одного двора с нормальным асфальтом. Теперь все меняется. Ремонтируют сразу несколько дворов. Проездная часть и парковка. Ремонтаж, потом новая установка бордюр. Парковку сделали. Настелили новую щебеночную. Все покрытие асфальтным. И новый асфальт закатали. И пешеходную дорожку сделали с нуля. Работы стартовали еще в мае. На все выделили 6 миллионов рублей. Благоустройство здесь, наказ избирателей депутату Гурсовета. Народные избранники не только занимаются исполнением пожеланий жителей, но и контролируют качество работ. А оно вызвало много вопросов к подрядчику. Особенно парковочные карманы. Все, что сделали не так, уже исправляют. У нас были претензии к парковочным карманам, что они были сделаны некачественно. Подрядчик отреагировал адекватно. Мы сказали, что все исправляется. А здесь, как внимательнее, есть конкурс. Конкурс, там одна цена. Нужно просто в процессе работы все это отслеживать, что мы, в общем-то, и делаем. Энергетики завершают гидравлические испытания. В этом году выявили больше дефектов, чем в прошлом. Сейчас подготовка к новому отопительному сезону в самом разгаре. Уже отремонтировали треть подземных коммуникаций из того, что запланировали. Ремонтируют и меняют оборудование и на локальных котельных. Так, например, Кировскую подготовили примерно наполовину. В основном текущий ремонт, хотя собирались обновлять полностью. Планом помешал не такой значительный рост тарифов, как предполагалось. Подготовку котельной к новому отопительному сезону мэр Аннатолий Локоть контролирует лично. В прошлом году здесь частично модернизировали оборудование. Эти четыре котла и зимой работают не на полную мощность. Резерв на случай аварии. При необходимости котельная сможет подать тепло в общую систему. И новосибирцы не останутся без тепла. Скоро Кировскую котельную будет обслуживать Сибэка. Между тем, на прочность проверили почти 90% тепловых сетей. Дефектов по сравнению с прошлым годом увеличилось на несколько десятков. Если, допустим, на сегодняшний момент количество дефектов 987, это без учета трех зон, то по прошлому году у нас по всем испытаниям было 956 дефектов. То есть количество дефектов у нас увеличилось. А вот качество ремонта дорог проконтролировали на днях не местные власти, а федеральные. Ревизоры из Москвы проверяли, насколько правильно расходуются в Новосибирске средства, выделенные на дорожный ремонт. Проверяющие уже побывали на улице Восход, проехали по Немировича, Данченко и Петухова. Недочетов не обнаружили. Ревизоры инспектируют дороги по всей стране. Неделю назад стартовали в Казани, Новосибирск – завершающий этап. Есть чем сравнивать. Если сравнивать с другими городами, которые мы посмотрели за прошедшую неделю, отрадно видеть, что в Новосибирске не только поверхность автомобильной дороги или улицы ремонтируется, а подходят коллеги комплексно. Здесь идет реконструкция тротуаров. Они тоже давно требуют ремонта бордюрного камня. Участие в федеральной программе – большая удача и ответственность. Отремонтируют 9 участков дорог больше, чем на 1 миллиард рублей. Новосибирские подрядчики справляются отлично, считают проверяющие. А значит, есть большая вероятность получить финансирование в следующем году. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003. Ближайшие выпуски программы для вас проведет мой коллега Александр Вяткин. Увидимся с вами в августе. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова